Многие жители Чуваши эти выходные решили посвятить спорту. В республике в очередной раз состоялся единый день здоровья. Государственные и муниципальные служащие собрались на спартакиаду. В Чуваши продолжается конкурс на лучшую команду среди органов власти. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Уж каких только не устраивали испытаний для участников этой спартакиады. Старожилы вспоминают, что в прошлые годы чиновники даже соревновались в искусном вождении автомобиля. Фантазия у организаторов не иссякает до сих пор. Это была по-настоящему экстремальная эстафета. Несмотря на пасмурную погоду, участники спартакиады преодолевали дистанцию в открытой воде. На суше заветные баллы для команды зарабатывали велосипедисты. Именно они были финишерами. На спартакиаде чиновники перетягивали канаты и играли в мини-футбол. К этим матчам было приковано внимание всех болельщиков. Ведь именно здесь решался исход чемпионата, который стартовал еще зимой. На пятистал почета поднялись дружины Министерства юстиции, МВД и администрации Канажского района. Вообще сюда с расчетом на победу приезжают абсолютно все. К этим сборам команды готовятся задолго. В свободное от работы время чиновники тренируются в спортивных залах. Сегодня в администрации района тоже радует. Есть приток молодых специалистов, которые сегодня активно занимаются спектрой и спортом. Я сам тоже стараюсь по меру возможности заниматься, участвовать во всех мероприятиях. В волейбол, легкая атлетика и другие виды спорта. Участники спартакиады испытали на себе и комплекс упражнений ГТО. В честь команд отстаивали их капитаны. Главы районов, министры и депутаты подтягивались. Прыгали в длину и бегали на время. Пример всем показал и глава региона Михаил Игнатьев. А с этой осени детей к труду и обороне будут готовить во всех учебных заведениях республики. Стандарты ГТО испытали уже в 30 школах. В СССР включает два момента. Это первое – тестирование. Каждый должен уложиться в свои нормативы. Есть и спортивная часть. И многие молодежь и старшего возраста значительно превышают нормативы. И в этом плане они показывают свой уровень физического развития. Это совершенно важно. Нормативы ГТО школьники будут сдавать каждый год. А в добровольном порядке к ним присоединятся и взрослые. Вообще, отметил глава региона, республику неспроста называют одной из самых спортивных. Руководители не должны об этом забывать. Они обязаны создавать идеальную среду для того, чтобы их сотрудники почаще занимались физкультурой. Ибо государственная политика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина направлена на формирование достойного гражданина Российской Федерации, любви к родине, любви к отчизне, формирование патриотического духа. Летний этап спартакиады завершился, пока лидерские позиции удерживает команда администрации главы региона. Но все еще может измениться. Спортивные чиновники теперь готовятся к осеннему этапу. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.